сидел в тюрьме и всего и включается страх защита мне всегда казалось что я классная такая веселая но я бежала от себя самой сдадут меня на органы в проститутке все пойду у тебя сразу такая первая мысль что ты никому не нужен и ты как будто бы уже помечен таким красным флажочком вот и мама знаешь таком шоке она заплакала и сразу меня на суд не верь не бойся не проси понимаешь что ведь это большая проблема что таких людей как будто нет гештальтисты они абсолютно другие же правильно они вот в чем главное отличие как ты считаешь вот обычного психотерапевта от гештальтерапевта в том что мне кажется у гештальтистов очень мало правил да вот как должен это и понравилось очень но в этом столько свободы например я на своем примере я гораздо меньше сейчас осуждаю других людей что я по природе я осуждающие критикующие у меня была такая бабушка и я которой я росла я такая я такая супер вообще неправильно правильно очень категорично а гештальт он прямо знаешь расслабил меня да я поняла не право быть такой да да что очень много вариантов и но для меня это прям кайф лина дианова клинический семейный психолог гештальтерапевт за 13 летний опыт работы провела более 20 тысяч вебинаров и консультаций в гештальт подходе использует диалоговые техники и эксперименты считает что важно не просто любить свое дело а быть в этом профессионалом лин скажи мне пожалуйста как часто к тебе обращаются люди которые были в местах лишения свободы у меня вообще нет такого опыта нет такого опыта меня нет таких знакомых не было таких клиентов это для меня совсем новая история но кому как не этим людям обращать необходимо обращаться к психологам а когда ты обучалась вот гештальтерапии были какие-то вопросы может быть у вас слушай но мне кажется еще важный момент что тех кто сторонится бывших заключенных тоже можно понять потому что это что-то опасное да раз человека посадили но незнакомый человек не будет же разбираться за что почему он слышит сидел в тюрьме и всего и включается страх защита и не хочется разбираться хочется отдалиться тогда это будет уникальная возможность именно сегодня собственно говоря не только познакомиться с девушкой которая провела почти три года в тюрьме мне бы интересно было ее разобрать с точки зрения психологии почему так происходит что люди туда попадают как они там себя ощущают как они чувствуют и самое главное какую жизнь они живут после тема нашей сегодняшней программы я отсидела ну что ж к нашему разговору сейчас присоединится екатерина выбер екатерине 31 год она умело может ботать на фене простите вот я не сильно в этом жаргоне правильно говорить по фене ботать есть какие-то определенные слова например вместо входной двери это робот уборная это крокодил и жонглировать названиями итальянских люксовых брендов итальянские бренды зоновская зеленая форма робо родилась она в новосибирске сейчас живет в италии сейчас итальянскими брендами все в порядке например приехал прилетела в москву купила в цуме ульяна сергеенко 280 тысяч рублей пиджак философия де лоренцо где-то 120 тысяч рублей туфли лосила 80 тысяч но на этом маршруте нее еще одна остановка в местах лишения свободы она признается что после этого у нее нет друзей и предупреждает цитата не относитесь к своей жизни легкомысленно и не доверяйте никому особенно мужчин лин давай лично поговорим с катей катя мы тебя очень ждем присоединяйся к нашему разговору здравствуйте всем как вы сказали в италии чао бэлла бон огуре комплиан и я знаю что у вас было день рождения поэтому очень приятно ксения лина очень приятно очень приятно хотя спасибо огромное чтобы нам не мешал я попрошу своего хорошего знакомого забрать букет катя хочу тебя познакомить с линой диановой и лина у нас клинический психолог и гештальтерапевт мы вместе сегодня послушаем твою историю она конечно меня шокировала и поразила вот тема сегодняшней программы а наши я отсидела глядя на тебя никогда в жизни не скажешь слава богу да что это красивая девушка когда-то была в заключение расскажи пожалуйста свою историю как это случилось вот и как ты живешь сейчас давайте начнем по правой начну рассказывать самого детства я родилась в новосибирске и росла в гетто то есть где тогда это отдаленный район этого города тот район та школа в которую я ходила по возможностям своих родителей своей мамы мама воспитывала меня одну поэтому конечно мне всегда хотелось оттуда сбежать мама была одна без папы да без папы папу у нас убили вот мне наверно было лет девять и мне конечно хотелось сбежать маме я доставила очень много неприятностей слез переживаний так далее сейчас я это в осознанном возрасте тоже я можно папу подробнее папа убили ты знаешь папа мама хотела жить с папой но папа был изменял жутко он был красавчиком он жутко гулял и потом начались выпивание он стал выпивать я его если честно даже не помню помню что вот так моментами знаешь то есть он с вами не жил все время нет нет он не жил а как его убили его убили где-то в подвале он с кем-то уже выпивал уже стал бомжевать знаешь у него уже была новая семья у меня есть я знаю что либо братья либо сестры но я их не знаю ни разу не видела даже не знаю как зовут мама работала до мама работала на железной дороге и денег конечно же не хватало поэтому когда ты в школу приходишь детям тени не объяснишь что у кого-то есть деньги на столову кого-то не туда по возможностям родителей я часто не ходила в столовую часто мы не сдавали на ремонт школы и так далее потому что просто не было возможности потому что мама не хотела и мне настолько хотелось помочь маме мне хотелось выбраться с этого района мне хотелось заработать какие-то деньги я просто начала маме врать а мама при этом какая была любящая заботливая строгая строгая да она была строгая доставались деньги и очень тяжело я с горем пополам закончила 9 класс и поехала в центр города познакомилась это тебе сколько лет было это мне 16 лет где-то вот так 16 16 лет а мне очень нравилось танцевать ну я решила соврать значит я познакомилась компания людей мы пошли с подружкой в ночной клуб я им соврала что я работаю что я якобы уже работала в ночном клубе танцовщицей по факту естественно у меня не было ни костюмов я ничего не знала как там где танцевать как двигаться и в общем я дома представь вот так репетировала перед зеркалом и пошла первый раз работать танцовщицей google вот 16 лет ты идешь это первая твоя работа идешь работать google в клуб в клуб да я работаю начинаю зарабатывать деньги снимаю квартиру переезжают там маленькую переезжаю в центр города он все и в один прекрасный момент мне подходит мой знакомый говорит слушай катюха такая ситуация будет закрытая вечеринка топ просто вообще на ней только вот определенное количество людей там ну 50 человек будет я тебя приглашаю я буду это что правда конечно я иду все самое лучшее на себя надеваю и я пошла на эту вечеринку изучение нового это всегда стресс и сопротивление поэтому очень важно начинать в максимально комфортных условиях и постепенно чтобы потом не бросить в онлайн-школе английского sky n знают как сложно сделать первый шаг и поэтому специально для всех кто планировал наконец-то подтянуть свой английский разработали бесплатный бокс с полезными материалами чтобы начать заниматься самостоятельно и выработать привычку и я с радостью делюсь боксом в котором собраны фильмы сериалы и книги по уровням гайд по английским ругательством топ 100 популярных слов для общения с иностранцами и расширением браузера которая помогает учить новые слова еще быстрее со встроенным переводчиком вы сможете самостоятельно ставить цели обучения восполнить пробелы и повысить свой уровень английского даже 15 минут в день комфортной обстановке с чашечкой кофе в постели будет достаточно для заметной прокачки вашего английского также у skyeng можно пройти бесплатную консультацию на ней специалисты определят уровень составит индивидуальный план занятий и предложат лучшие цены на программы под любые запросы например плюс один уровень английского за три месяца или программы о специальности школа более 11 лет на рынке и выпустила больше 350 тысяч учеников а эффективность обучения гарантирована и зафиксирована в договоре если что-то пойдет не так вас доучит за свой счет бесплатный бокс консультации и основные программы обучения вы можете найти по ссылке в описании или по qr на экране учить английский с иском легко комфортно а главное эффективно я познакомилась с мужчиной это была вечеринка хэллоуин мне уже исполнилось 18 лет и все были в костюмах он был в костюме привидения все мы значит с этим мужчиной познакомились как он старше тебя да он был старше меня на 15 лет оказалось что он является депутатом этого города и он не говорит служу женат был нет он не был женат хотя сейчас я уже не удивлюсь не знаю он мне сказал слушай катя давай квартиру оформлю тебя квартиру аренды потому что я на себя не могу я человек все-таки вот такой известный и мы подписали на мой паспорт на мое имя то есть квартиру договор все заселились мы прожили с ним три месяца в квартире все было хорошо и он мне сказал слушай ну поехали в гости там к твоим знакомым поехали и мы выходим в машину садимся и он мне говорит слушай ну возьми мы поедем к танюхе к твоей возьми там пару колес я взяла с собой пять штук бросила в сумку и счастливой мы с ним поехали спускаемся его водитель говорит слушай там к эта машина пока его ждал стоит странная девятка вот может быть типа это переждем а я так а грачу странно у нас стоит машина достоит едем чё ждать и представь открывается шлагбаум мы выезжаем и нас принимает гостерка контроль все быстрее ты барыга ты его все открываются двери я я говорю вадик что мне делать у меня же эти колеса бы я понимаю что наверное головой что мне нужно их скинуть да я беру эти колеса скидываю под сиденье их ставят на машину до две руки две ноги и мне не играть сразу водителя и вадика мне надевают сразу наручники говорят тебе будет хана все как бы ну ты приехала и значит нас сразу вместе увозят или по отдельности до до того как нас увезли мне говорят так где ключи от квартиры где ключи от квартиры игру меня в клаче они обыскали машину все что нашли в машине в тот момент когда они брали ключи они обратно мне это положили в клач до взяли ключи нас привозят гостеркоконтроль он сразу сказал я ее не знаю я с этим человеком не знаком я познакомился случайно там где-то там в клубе какой-то невнятную фразу он сказал скорее всего ты курила а сейчас у меня это обнаружат наркотики потому что ты обкуриваешься постоянно а я вот она преследователи да вот это он сразу нам делаю точную ставку научные ставки говорит что он меня не знает я могу вадик ну как же так наверняка ну как бы мы же жили с тобой три месяца а у тебя были фотографии в телефоне совместные вот это все самое интересное ну ты представь даже элементарно как обыск вот мы сейчас здесь с тобой находимся посмотри сколько наших отпечатков пальцев тут просто перетереть не стереть за сутки понимаешь а человек живет он пользуется зубной щеткой халатами и так далее полотенцем поэтому это просто все было вот так вот сфабриковано а когда они поднялись все-таки с понятыми наверх квартиру и пальчики как ты все рассказ когда обыск был там что это ничего не обнаружено смотри без обыск сделали без моего присутствия я не знаю что там на обыске было сразу когда мы приехали в госнарк контроль мне вывернули клач при понятых у меня нашли в клаче все наркотики которые мы скинули в автомобиле там очень много было ты сказала 5 штучек там таблеток и то что он брал с собой план этот план тоже нашли все и но потом же сделали обыск квартиры без меня и в квартире нашли вентиляционной вытяжки то есть он прятал вентиляционную вытяжку на кухню вот ты сейчас познакомишься с мужчиной будешь с ним жить ты полезешь в вентиляционную вытяжку ну нет конечно и я не знала что он там хранил и нашли остальные наркотики которые также приписали мне слава богу там было не такое огромное количество поэтому я обошлась как бы отпечатки пальцев ничего не нашли нет то есть когда он при при как преследователь сказал что он тебя не знает да что никаких свидетелей вы не собрали ни соседи ничего то есть это все истории не так не его посадили вообще нет его не посадили нас отвезли сразу на его я сразу поняла что все мы здесь сейчас все серьезно у меня забрали ремень там ну вот все как должны телефоны все сумку все 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 забрали открывается робот робот это дверь на сленге да открывается робот значит я туда захожу и понимаю что ну все сейчас моя вот эта детская жизнь розовые очки они закончились сейчас по и будет все посерьезно и человек 18 лет он не понимает вообще всей серьезной серьезности этого да и вот тогда знаешь у меня пришло такое сознание там и слезы и холодно во первых там очень холодно и вот этот крокодил вот это уборная да то есть как там умыться ты голодный ты там 6 утра мы туда приехали и после веса нас посадили в автозак у меня после автозака до сих пор я не езжу в лифте если прилетаю отдыхать дубай я сразу пишу заявление чтобы мне дали карточку от от лестницы чтобы я ходила по лестнице что мне разрешали потому что я не могу зайти в лифт даже если там будет аполлон какой-то стоять и я ну не пойду почему маша у меня клаустрофобия вот как стул как мы сейчас с тобой сидим вот такое вот пространство да железная дверь с тобой закрывается в машине железная дверь и у тебя есть сверху пять дырочек где ты можешь дышать воздухом и больше ничего и значит после его с обвиняем в этот автозак и здесь самый такой вот для меня тяжелый был первый момент когда я увидела маму она уже сидела в коридоре и знаешь вот эти вот наручники когда меня ведут в наручниках к конвой четыре человека конвоя как будто кого-то убила там зарезала знаешь вообще то есть для меня это все было и сидит мама там хотела какие-то булочки не знаешь передать и не просто конвоир так ее взял наш отшвырнул как сейчас помню то есть вот это было неприятно вот и мама знаешь в таком шоке она заплакала и сразу меня на суд вот и на суде мне сразу говорят что такая-то такая-то значит у вас будет дело по статье 228 какие-то части адвоката кого-то тебе дали адвокат пришел хозный его называют это государственный адвокат вот и мне на суде сразу же дали меру пресечения под стражей три месяца а статья какая 228 это за наркотики употребление распространение и распространение да когда вы были с вадимом в камере был ли у вас какой-то разговор может быть да вот в автозаке да вот в автозаке его выпустили через час или через два и утром когда меня повезли уже на суд в автозаке мне какой-то парень говорит типа катя есть такая горе есть тебе вадим передал не верь не бойся не прости фраза на самом деле зачем она нужна вообще ну как бы и все больше ничего это единственное что он тебе передать на что он не придал я спросил а когда у тебя начался вот этот суд когда тебя уже отвезли в сизо он как-то пытался он никак не фигурировал ни разу не помог не маме ничего то есть когда меня завели уже в сизо я поняла всю серьезность ну это не в с это уже не автозак это прям сизо да когда стоит перед тобой контингент с которым ты бы вообще в принципе не стал нас в на свободе на воле общаться тебе приходится как человек ты себя ничего не представляешь да и тебе нужно стоять перед тобой и да хорошо фамилия такая-то и попробуй посмотреть как-то косо не дай бог там что-то все понимаешь очень жесткое обращение потому что ты уже не человек ты уже спецконтингент ты будешь осужденный ты никто все с тобой можно обращаться как с говно понимаешь сколько было там времени на адаптацию так скажем на понимание того что вот лучше не выпендриваться лучше не строить из себя что-то да лучше подчиняться ну смотри меня завели в хату такая хата карантинная где есть свой устав да есть психологический трюк вот кстати с психологом да вот почему так делают осужденные когда ты заходишь в камеру осужденные до заключенные делают такой психологический трюк над тобой 30 минут ты стоишь одна тебя спрашивают кто то что то да там все и на тебя никто не обращает внимание полностью тебя игнорируют такое знаешь вот трюк и только и смотрят в это время на самом деле за это время на тобой за тобой наблюдают после карантина мне сразу подошла ко мне смотрящая за хата и сказала ты такая то я говорю да садись ко мне на шканарь дала мне свой телефон у тебя есть час времени спасибо моей родной сестре она меня нашла уже в какой я буду карантинной хате все она договорилась канаре ты садись на на койку да и позвони кому хочешь она тебе разрешила позвонить да я помнила я не знаю зачем позвонила этому вадику я ему зачем-то позвонил мне надо позвонить там маме до 1 я позвонил один звонок или полчаса она мне сейчас можешь сидеть разговаривать первое кому ты звонишь это вадик да так я говорю вадик ну как бы такая ситуация сейчас нахожусь в сизо он мне говорит все будет хорошо и повесил трубку все больше я не не верь не бойся не проси все будет хорошо катя сколько ты просидела значит прокурор мне запросил шесть лет мне дали три года шесть месяцев и 2 и 1 2 и 1 в итоге 2 и 1 что я хочу сказать для женщины вообще да даже хватит трех часов нахождения там чтобы вообще переосмыслить честно тебе сказать я не я не понимаю тех людей которые заезжают до которые второй третий раз но там настолько страшно ну я не понимаю таких людей когда уже дали срок все уже да вот ты говоришь что ты туда заехала все вот уже поняла с кем ты будешь находиться сколько проходила это адаптация я не знаю что там происходит плачешь потомка в какой момент происходит смирение не знаю понимание того что вот теперь надо вести себя хорошо чтобы пораньше выйти у меня был определенный вес в колонии со мной никто не хотел ругаться потому что я имела доступ к документам ну вот представьте да люди которые администрация у них вот такая вот кипа документов им по 50 лет и ему им нужно печатать материал объем объем работы там огромный что эти женщины там возьми наших мам вот они сядут на компьютере как они будут печатать него также да и вот мне 18 лет заходят завхоз когда мне только уже завели в зону заходит завхоз завхоз этого отряда да это тоже осуждено но она смотрит что все было по полочкам все было по порядку там столовую строимся так далее она говорит слушать и вот недавно там заехал вроде молодая ты соображаешь еще нет в компьютерах грунт соображаю она меня познакомила с начальником нашим отрядом не там не говорит курит такая прекрасная женщина и говорит это компьютер мне собери тут умеешь компьютер собирать нет не представь люди заезжают которые ну наркоманы да а я в себе все я все соображаю ей собрал этот компьютер но она меня зовет еще один раз говорит слушай такая ситуация короче ты не можешь это напечатать мне там короче вот и представляешь я начала печатать для всех начальников отряда в практически документы то есть у меня был доступ к документам что я знала о каждом осужденном плюс он идет этот осужденный на условно-досрочное освобождение кто ему будет печатать документы я начальник отряда уже не будет как от тебя там многое что зависело уже поэтому знаешь и ты таким образом как бы статус приобретала получается да то есть ты уже была такая своя они как-то тебе помогали нет вот или это просто вот чтобы не трогали но да они мне знаешь это потому что женщине разрешено всего лишь один раз посетить баню ты не можешь мыться каждый день да то есть раз в неделю и поэтому у меня были были привилегии мне давали начальники отрядов разрешение там помыть голову я слава богу голову было знаешь ну а остальные это замечали что у тебя были привилегии конечно они все знали этому как давали ненависть связи с этим то есть по отношению к тебе что ты как бы на особом счету то есть вот сто процентов да потому что они как-то проявляли эту ненависть да смотри значит зима идет снег это сибирь ты должен этот снег пойти убирать называться снеговики такие осуждены они идут убирают снег вот представь 4 утра дат когда ты спишь ты и так-то мало спешите на проверку без 15 6 холодно не холодно ты должен идти на проверку стоять в этой робе мерзнуть там и пока все эти 12 отрядов не посчитаю да и тебя будет в 4 утра ты одеваешь эту фуфаечку которая просвечивает одеваешь эту шаль куда вот эту хозную ботиночки там какие-никакие которые государство выдало и идешь убирать снег убирать снег это не просто там лопатку взял чуть-чуть снегу убирала это по-нормальному ты как мужчина убираешь снег по-серьезному вот и представляешь весь отряд ходит снег чистить а ты не ходишь будет к тебе ненависть будет к тебе не ходила не ходила да ты в этот момент но оставалась спать или что ты делал на я спала да они все то есть возвращались холодные голодные голодные идут а ты одна лежишь спишь ну не одна с остальным отрядом потому что все распределена себя домогались кто там работал но ты красивая девушка я знаю что была какая-то история с каким-то музыкантом было такое значит я принимала участие в танцевальном коллективе и значит в один прекрасный момент мы ставим танцы и к нам приезжает в колонию тоже какой-то коллектив из друга из других колоний с мужской мужчины и нам значит оперативники говорят мне не дай бог администрации не дай бог что где-то там девочки ваши пересеклись чтоб все было как полагается бы таки ну конечно ну блин у каждой женщине хочется внимания хочется флирт и так далее я вообще человек очень мне нравится мне хочется коммуницировать постоянно я не одиночка я смотрю на какой-то мужчина там значит ну ничего такой вроде я думаю блин ты не закон музыкант конечно то на фортепиано играл ну конечно мне там тоже с ним хотелось хихихаха и он того смотрит я посмотрю но хочется и он потом пока нашему руководителю кто был танцевального коллектива руководит нос ну да и этот фамилию я письмо напишу на горит нет никакой фамилии и ко мне подходит руководитель и говорит кать ты об этом мечтала ты об этом мечтал чтобы опять переписываться как с каким-то там мужиком опять этот озон ты у тебя ты мечтаешь о другой жизни ну не связывайся ну вот такая такой момент добыл все равно же момент какой-то раньше не пошли да нет дальше не случилось ну и какие-то романтические приключения у тебя были были мне мужчина один привез букет цветов в колонию сто там сто одну розу и вот эти представители мужчины я после освобождения с ним жила он меня обижал тоже познакомилась до вадика с ним он узнал что я он единственный помогал моей маме вот я поэтому в знак благодарности наверное с ним стало жить ну ладно сейчас расскажу и значит вот этот вот букет цветов и представляете вся зона всех этих любвеобиджных дам они пошли все ко мне ну там ну продай за парламент за пачку но один цветочек начата девчонки не продала ни одного цветка настолько меня это радовало да эти цветы потому что ты просыпаешься видишь эти морды постоянно которые ты уже их терпеть не можно люди эти шканарь ну хоть цветы меня радовали я настолько не впитала в себя вот эту энергетику я не старалась тянуться тем кто ближе к первой пятерки знаешь там лидеров я никогда не старалась тянуться каким-то осужденным или еще кому-то я была всегда сама по себе очень много литературы прочитала да потому что я не получила должного образования и меня это внутри тоже огорчало потому что 18 лет все девчонки получают образование ходят на свидание я сижу в тюрьме и меня это внутри капец как убивала понимаешь как человека и когда я освободилась у меня у меня даже сейчас мне есть такое я живу x10 как будто бы знаешь мне надо все наверстать как будто я это время упустила и когда я освободилась эта женщина участковая она мне сказала что кать как бы все будем отмечаться все будет хорошо я один раз он мне позвонила и сказала тебе нужно уехать из города я тебе дам расписку тебе нужно уехать потому что тебе хотят подкинуть я говорю кто опять представляете и меня так напугалась поэтому я собственно уехала от мамы к этому роме к этому человеку с которым жила к этому неадекватному он меня бил он меня избивал и зачем я с ним жила вот ты мне сейчас скажешь да ну я не знаю ну вот потому что да потому что где-то вдалеке дома не было средств и я стала зарабатывать деньги я посмотрела на ю тубе как можно наращивать ресницы сама я стала сама вот когда мне говорят что до работы нет там денег нет я вот в эту херню вообще не верю человек может заработать деньги всегда вообще что если у него есть руки-ноги он всегда может заработать и я начала работать сама на дому разместила там знаешь на авито типа я там какой-то мастер со стажем немножко приврала во благо вот и начала зарабатывать деньги я скопила 15 тысяч рублей 15 тысяч я пошла в модельное агентство и сказала что я хочу как бы ну вот да у вас я же не понимала что мне это не откроет какой-то путь не даст я думала что я сейчас у них заключу с ними контракт 15 тысяч адам стану звездой это это так думала я стала ходить на бесплатной фотосессии пишет мне вконтакте вот этот я сижу вечер вот этот дурачок сидит за компьютером в этой растянутой пижаме там играть свои игры я значит а мы жили в однокомнатной квартире я его бабушка и его дедушка представь бабушка собирала бутылки в однокомнатной его бабушка собирала бутылки приносила и в ванну эту постоянно ее мы в этой ванне замачивала эти бутылки представь и вот у меня как свет в окошке мне написал вот этот мужчина молодой человек говорит слушай есть значит на северном кипре на человек который коллекционирует автомобили очень дорогие поедешь к этому человеку фотографироваться и будет еще одна девушка тоже из новосибирска тоже модель я думаю поеду и я сказал там какой-то своей подружки оля она мне горит и чё тебя на органы сдадут это в проститутке думаю отлично просто шикарно я ни разу не было нигде за границей что я вижу что у меня хорошего в тюрьме отсидела этот дебил сидит играет эти копейки собираю с бабушек ну вот короче какая у меня есть судьба сдадут меня на органы в проститутке все пойду значит такова моя судьба я поехал на этот кипр на северный кипр я взяла опять в долги платье зачем-то длинное такое в пол страшно в love republic на 20 тысяч рублей в рассрочку буду отдавать ну ладно как-нибудь отдам знаешь там тысяча рублей тогда ресницы стоили ну и все и мы начинаем кипре и он утром стучится девочки мы такие ну да он все алекс едет типа давайте надо собираться красиво сейчас едем на съемку представьте время 10 утра мы такие клавы черные вот так вот тени себе там нарисовали сами красились кудри накрутили значит это бусы там все как полагается мне есть фотки черное платье в пол куколке идем и сидят же лежат женщины на бассейне ну бабушки там читают газеты интеллигентные и мы эти куколки в черных платьях идем и все и светка девочка вторая света звали она так хотела с кем-то познакомиться и идет мужчина представляешь голубые глаза виниры такой я думаю ни хрена себе какой-то в каком-то фильме я вообще вот эти зубы виниры для меня это было значит это сто процентов актер и он такой красивый знаешь и такой вальяжный на пафосе так разговаривает это я тебе машину привез так ты со мной поедешь мне показывает я сажусь к нему в машину а светка уже села и она такая ну типа ладно он давайте вы выходи поедешь с вами он привез вани машину этом ренд арендована об аренду вот и все и мы значит с ним едем и он не рассказывает он 20 он сам из москвы москвич он 20 лет живет на северном кипре баснословно богат богатый человек пятый раз женат у него от последнего брака ребенок мальчик и он мне говорит слушай все все идеально все шикарное он не рассказывал про северный кипр про как он делится вот и а куда вы выехали ну мы едем на фотосессию какой-то там особняк что-то там какие-то красивые замки ему нужны были просто фотографии автомобильные да и он значит выставлял и он мне говорит слушай я все могу понять там с тобой прекрасно разговаривать сколько тебе лет я ему говорю там 22 или 23 мне было он говорит вообще нет тебе лет 40 по глазам ты такая горит мудрая вот откуда у тебя это суши но я в тюрьме сидела он не говорит да я говорю ну да ну расскажешь свою историю ну как-нибудь расскажу и он берет мою по электронную почту и он мне дает 300 долларов и говорит вот те 300 долларов спасибо что к нам приехали нам все очень понравилось там все как кипр я особо не поняла грудно все хорошо благодарю и мы приехали в новосибирск я думаю что делать и мне пишет сообщение на электронной почте этот алекс говорит как кипр понравился игру очень ну прилетайте еще игру с удовольствием и все и он не говорит прилетай ко мне ягру прилечу я вот знаете думала была не была вот этот дебил сидит у меня смотреть я ему опять наплела с рекорда и полетела его таким образом у нас начались с этим человеком отношения мне сразу сказал послушай я женат я тебе вот это сейчас рассказывать не буду что ты там моя там жена больше это все у меня от этого человека ребенок я и уважаю по крайней мере она хорошая она про тебя скорее всего будет знать потому что люблю я ее нет я не тот человек который будет рассказывать что люблю жену но к тебе уйду я тебе говорю четко как есть будешь на каких правах будешь со мной жить будешь значит мы купим тебе виллу на северном кипре купите автомобиль и ты мне родишь дочку это единственный человек вообще в моей жизни который оставил такой отпечаток вот я по нему сужу остальных всех мужчин это единственный мужчина хоть и встречались в моей жизни богатые он был настоящим мужчиной он мне сказал что моя женщина никогда не будет работать а мужчина это охотник он должен убить кабана принести его в дом а женщина должна была сделаем пробовались я его начала обманывать я значит четыре месяца мы с ним пробыли в отношениях он подарил мне машину сразу в новосибирске я попала в аварию мне сказал слушай выкинь это эту машину выкинь я тебе новую куплю я думаю ну ну купит на следующее утро реально прислал мне деньги я думаю ну что такие мужчины бываете как вы в новосибирск вернулись из кипра вы летали туда сюда то есть я к нему прилетала мы же делали мы стали делать не документы на северный кипр фомагусти в университет для поступления туда вот чтобы получить визу и так далее он заплатил за эти документы все и я его стала обманывать и потому что я встретила своего будущего мужика за которого вышла замуж то с которым голодала вот и родила от своего мужа уже ребенка встречу тебя да полюбила его настолько сильно что мне вообще не нужны были ни кипра не деньги не обманывал что значит ну ты ему не рассказывала про я рассказывала ездить с ним спать нет нет я ему обещала что я приеду что все будет хорошо что он финансово продолжал содержать ну вот он еще помогал три месяца да я когда была беременна он не помогал пришлось продать автомобиль который мы купили потому что у моего мужа у него не было каких-то средств он был обычным поваром потом его сократили и он устроился на работу зарабатывал 20 тысяч рублей из них мы 14 тысяч отдавали за квартиру да чем он взял он был рэпером тогда спокойствие знаешь он такой был спокойный я видать вот этот рома был вот этот весь кипиш и он был спокойный молодой мне уже не надо было никакие там деньги какие богатства я видела что спокойствие вот когда говорят что когда ты любишь человека ты хочешь от него ребенка вот реально я его полюбила и захотела сразу от него ребенка и мы поженились вот почему вы не почему разошлись я перестала его уважать как мужчину потому что будто бы не вырос нет но я ему сейчас даже я ему сказал граммакс если вот у меня вырастет медика я дойду до того до той цели которая будет я тебе обязательно помогу потому что очень талантливый человек эти обязательно помогу и мы с ним очень хорошо общаемся он хороший отец этот это та категория мужчин который не будет блять который не будет смотреть instagram лайки там стать это все это не эта категория он такой очень семьянин знаешь хороший человек оказалась в италии вот и хорошо когда я жила со своим мужем у меня ребенку был год я опять стала делать ресницы потому что жрать было нечего вот и голодали мы там по четыре дня не ели ну реально не было просто финансов до маме стыдно было говорить сестре было сестра у меня тоже работает там тысячу рублей в день зарабатывает и тоже надо как-то жить в общем они помогали хорошо нам помогали да но я не могла постоянно просить мне было стыдно и я пошла приходит ко мне клиентка и говорит слушай катюху тебя нету кто это мне этот салон открыла в центре мне надо чтобы полы мыли я мне стрёмно что делать я говорю слушай возьми меня горит еще пойдешь полы мыть и грунт пойду а что делать и она взяла меня и вот представь центр города опять я вот в этом пуховике который на несколько размеров меня больше мне стрёмно значит я в утром мой быстро пол тысяч рублей она мне платила тысячи для меня это было купить курицу разделать ее на неделю понимаешь мы могли неделю все ее есть купить подгузники да еще одна хлеб останется и на проезд какие-то мелочи и значит однажды я вышла с работы иду блин есть хочу чё делать рано проснулась есть хочу это магазин бахитле супермаркет это по типу как азбука вкуса я думаю зайти не зайти там все таки модные нафуфыренный думаю короче зайду бы побыстренького зашла там что-то купила хожу спускаюсь со ступенек идет мужчина кудрявый какой-то вообще ни о чем такой идет типа привет там тебя подвести куда я сама могу тебя подвести вообще его на него даже внимание не обратила и он мне говорит ну а я говорит на чем ты меня повезешь игру на трамвае когда лучше я тебя я сажусь к нему и понимаешь что человек это какой-то серьезный скалейт охрана значит водитель все по-серьезному и мы начинаем с ним болтать грудовые меня только до остановки мы с ним начинаем разговаривать ксюш я выглядела без зубов без губов ну ты понимаешь ну то есть вообще никакая так вот а мы познакомились с ним у нас начались отношения отношений не так что мы переспали сразу на вторую встречу знаешь он я не знаю зачем почему он стал со мной общаться то есть ты убегала от мужа к нему как бы за меня да я знал про твое положение это рассказала потихоньку стала ему рассказывать помогал финансово сначала нет там 20 тысяч рублей ну потихоньку потом у меня сломалась стиральная машина я его попросила стиральную машину мне купить он очень рациональный человек муж не замечал не спрашивал я брала а что ты говорила попал вообще собирала все даже сама верила потому что у меня у меня все окей да ты умеешь но меня честно сказать у меня ну совесть меня грызла и я постоянно своей подруге говорю блин мне хреново от того что я ложусь там из меня любила с него или ты из-за финанса осталась или за статусность или на фоне вот этого бедного и несчастного мужа появляется я не хотела ручку на крутой тачки да и это я не хотела мужа изменять я любила мужа не хотела ему изменять но понимала что у меня настолько плачевное положение и что я взял и больше это финансы это больше финансовой два года у нас продлились 4 года отношения и два года мы друг друга просто уважали хорошо проводили время изредка и больше ничего и он мне сказал что если ты со мной вырастешь да а ты обязательно вырастешь у тебя все будет в жизни хорошо ты станешь богатой и он не помог стать он не дал 300 тысяч рублей из которых я раскрутилась да то есть это была моя первая поездка в италию мы открыли шоурум новосибирске и собственно вот так начались завязываться у меня знакомства хорошо ты сейчас живешь в италии да твой сын учится там да британсы на сколько сейчас 8 8 лет в каком городе ты живешь в италии на гарде озеро гарда самая протяженная в италии ты замужем дезинсана нет ты не замужем не замужем личная жизнь у меня есть салон красоты премиальный который я продала неудачно на 5 вернулся ко мне то есть я стала открыла бизнес в италии вот захотела приехать туда но это все благодаря вот этому молодому человеку которого ты встретил все благодаря мне лин сейчас обращаюсь к тебе очень у кати интересная история очень трогательная ну говорю от себя да и могу сказать что конечно вот эта бешеная энергия которая есть от кати она очень сильно подкупает но меня по крайней мере хочу спросить у тебя как клинического психолога и как гештальтерапевта что ты видишь в этой истории на самом деле то есть вот если сейчас сорвать все эти маски обнажить к сюда в чем главная проблема до чего может быть она не замечает и ты как профессионал да как психолог какой бы совет могла дать катя как ей быть дальше чтобы не ошибаться катя я сразу вам скажу что я вас не знаю и все что я буду говорить основывается только на том что я увидела сегодня что я увидела я сначала буду говорить терминологию потом буду ее раскрывать что я увидела и такого гипертимного холерика это прежде всего что это кто это за человек этот человек очень возбудимый этот человек у которого фокус внимания распределяется но очень многих вещах сразу но не останавливается на чем-то глубоко вам скучно делать монотонную работу вам интересно быть везде и сразу на протяжении поехать и приехать и здесь поговорить тут позвонить но это все очень на поверхности остается потому что вас так устроена психика что когда там где флегматик заглубляется холерик уже бьется в истерике потому что он это не не выносит ему тяжело да и мне кажется что вы такой вот холерик с такой как это гипертимным типом вот это что касается там вашей нервной системы также по поводу нервной системы из-за того что у вас сильная и подвижная нервная система на вас особо не сказалось тюрьма не тюрьма слава бог не ваше детство то есть вот когда у человека начинаются психические заболевания когда у него сразу есть надлом вот он таким родился это в основном в большинстве случаев и вот этот надлом он только ждет ситуации когда актуализироваться когда появится у вас такого надлома нет это очевидно поэтому но особо на вас различные там тяготы судьбы не влияют не влияет внешне или не внутренне то есть это тоже она как бы за когда человек гипертимный он не заостряется на этом он такого было и было то есть не впадает в депрессию не уходят себя то есть это никак не болезни никак не он ко всему легко относится для него над чем меланхолик да да над чем меланхолик будет три года в терапии работать и такой и потом ночами вспоминать что было вот эта ситуация как жаль вот холерик и особенно если он еще и гипертимный он такой она была ну да я там был но это не защита нет то как катерина разговаривает очень мало пауз высокая тональность резкая смена темы про это рассказала про это ты и прерываешь и она сразу уходит в другую историю ей не важно что она там какую-то мысль не договорила и вот это неважно ты и направила она дальше пошла говорить ну то есть вот такие гипертимные холерики вот так они себя ведут это не защита это такой тип нервной системы такой тип темперамента я убеждена что вот это вот я не доверяю всем мужчинам это пиар-ход на самом деле нет у вас никаких проблем с доверием мужчинам потому что такие люди как по темпераменту по типу нервной системы как вы они не уходят в глубину им не нужно чтобы мы сидели друг напротив друга и предъявляли свои уязвимые части и я тебе показывала медленно и печально что-то свою а ты себя бы доставал что-то свое и между нами родилось бы вот это нежное светлое вот но у меня есть ощущение что вы не очень про это очень искренне очень яркая но доверие я не доверяю всем мужчинам нифига подобного нифига подобного у вас бы их столько не было но а как у нее не может быть разочарованием в мужиках когда мужчина которым она доверяла из которым она жила совершил такой поступок то есть ты же понимаешь что он приложил и понятно что она сама виновата что она употребляла что когда люди живут такой адреналиновой жизнью да они должны быть готовы к тому что они как вот этот гусь по тонкому льду идут сейчас вот лапку подниму интересно что будет провалюсь не провалюсь может ли у нее быть доверие в дальнейшем мужчине у вас может быть доверие в дальнейшем к мужчине может быть но она такое поверхностное очень то есть я все равно я глубже смотрю когда смотрю на человека я его считываю полностью кто-то что-то и как я могу с тобой общаться как у нас с тобой сложится у нас с тобой отношения или нет я тебя уже вижу да то есть это наверное приобрелось все таки в тюрьме я наблюдала на протяжении истории как вы переходили из отношения в отношения до одни отношения сменялись другими даже из тюрьмы вас ждали вы вышли и вы вступили в отношения и потом вы из этих отношений не заканчивая их вы начинали новые отношения и для меня это такая женская история когда девочка росла без отца эта история для меня про одиночество про отсутствие базовой безопасности которую должен давать папа да включенный принимающий заботливый даже если бы папа не умер но если бы он был отсутствующим это все равно привело бы но к тому же самому очень много женщин переходит из отношения в отношении но я считаю это очень плохо и честно сказать ксуша если у тебя никого нет я тебе завидую пока наслаждаясь этим периодом потому что реально такой кайф просто побыть одной сейчас мне наверное этого не хватает потому что ты правильно сказала что я из отношений в отношении никогда не была одна я как я думаю я опять не знаю это не могу сказать что я прям любвеобильные или влюбчивая знаешь не знаю вот страх одиночества не научишься опять и опять вот у меня всегда да никогда не была одна получается ну вот когда есть такая картина это говорит о том что одиночество непереносимо вот что-то непереносимое начинается с момента когда вы остаетесь одна и вот если мы говорим про советы то мне кажется что вы не знаете свою самую темную сторону ту сторону которая началась глубоко в детстве когда вы чувствовали себя определенным образом когда выходили в эту школу и чувствовали себя там очень некомфортно да когда вы были в стесненном финансовом положении потом эта же сторона была когда вас предал любимый человек да но нелюбимый вадима да когда вас предал потом она проявлялась когда вы попали в тюрьму но вам так невыносимо с этой частью себя соприкасаться что это ничего не вижу ничего не вижу а способ это не видеть это все время с кем-то быть чем-то заниматься вести бизнес поэтому если бы я давала какой-то один совет я бы посоветовала обожаю всякие задания дам задание если вам будет интересно вы можете это сделать нарисуйте человека который вызывает у вас максимальную неприязнь и нарисовать нужно это не обязательно в виде человека все по-разному рисуют кто-то людей рисует кто-то фигуры кто-то рисует всяких монстриков или монстров или ну короче как угодно пятна и прямо попробуйте описать это да этот человек который и что я к нему чувствую например жалость отвращение и затем попробуйте найти эту часть в себе да прямо вот на рисунок посмотреть и попробовать почувствовать а когда я такой бываю а эта часть во мне где и потом самый главный вопрос что эта часть хочет как ей помочь и тогда это такой первый шажок войти в контакт вот со своей глубинной частью которая на самом деле хочет быть проявлена но она вам не переносима поэтому вы прыгаете от человека к человеку кать в любом случае спасибо тебе огромное что ты нашла время и сегодня приехала ко мне на программу эти цвета не страшно когда-то столкнуться своим одиночеством тем самым познать себя что на самом деле тебе нужно потому что какие мы гиперактивными вы не были сколько бы энергии в нас не было нам все равно нужно сесть немножко так посмотреть на себя и понять что на самом деле надо вот говорят люди разных темпераментов а я как ты говоришь ты говоришь из своего такая сесть и понять и гипертимная катерина такая сесть понять и иди понимай у меня например на протяжении всей жизни происходило это только лишь с опытом то есть каждый раз когда я ошибалась я прекрасно понимала что надо идти дальше я не впадала ни в какие депрессии я не унывала но это был такой знаешь серьезный опыт просто я поняла что я не хочу каждый раз залезать в одно и то же то есть одинаково ошибаться пусть это будет опыт но опыт будет интересный из которого можно будет что-то выносить для себя но при этом не быть этой дурой а нужно учиться на своих ошибках на и вот когда я пошла в терапию я начала знакомиться с собой потому что мне всегда казалось что я классная такая веселая да я все про и пройду меня все пройдет но я бежала от себя самой я прекрасно это понимала да и я с помощью терапии пришла к тому что я начала на себя обращать внимание разговаривать с собой и понимать на самом деле что у меня огромное количество защиты да и стала потихоньку помимо того что я учусь я еще и сама до в личной терапии я начала себя познавать я надеюсь что твоя история прежде всего станет большим уроком для девчонок которые считают что я проскочу со мной ничего не произойдет до ничего страшного я всегда ну да с ней это случилось а со мной не будет вот я хочу чтобы ты от себя я даже этим девочкам какие-то два-три слова сказал мне хочется сказать девчонкам которые думают легкомысленно относятся к своей жизни и в данный момент сидят переживают о том что им там кто-то не позвонил или там еще что-то что девочки занимайтесь собой занимайтесь своей жизнью все наказуемо нет такого что ничего в мешке не утаишь понимаешь поэтому думайте прежде всего своей головой помните что наркотики они в любом случае приносят наносит вред не только твоему здоровью но и твоим близким потому что если ты сядешь тюрьме твои близкие также будут страдать и сидеть там вместе с тобой до этого девчонки будьте бдительны осторожны обходить это все стороной это все страшно селево селево благодарю дачи тебе наша героиня умеет врать и делает это довольно часто она научилась приспосабливаться понимаешь то есть она себя так и защищает ей лучше что-то придумать додумать не сказать так как было самым защитить себя ага да все 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 правильно да например вот знаешь я обратила внимание когда она говорит я хорошо сидела в тюрьме но при этом когда были ли люди которые там завидовали еще что-то она спала а там ее сока ну я не знаю как сокамерники да там уходили снег чистить но не могла она хорошо сидеть не могла не в том смысле что там что-то ужасное происходило да но были конфликты но ей важнее ну вот этот образ гнать знаешь рассказать о том какая рассказать да там рассказать какая она как у нее все круто как здорово вот и ну тут я согласна согласна что вот вранье как защита выступает и вот знаешь сейчас о чем подумала ну это практика до работы с бывшими заключенными она должна быть шире что ведь это большая проблема что таких людей как будто нет да безусловно вместо полностью согласна друзья пишите в комментариях что вы думаете об историях наших героинь а мы расскажем еще больше не менее захватывающих и разумеется разберем их с психологической точки зрения подписывайтесь не пропустите с вами была ксения бородина и шоу открытый прием до новых встреч спасибо